у нас прям традиция уже появилась после того как мы в жемчужке пообедаем или позавтракаем все-таки позавтракаем хотя время сейчас обедено это наш первый прием пищи мы садимся на качельки качаемся и дальше мы пойдем уже загорать впервые в этом сезоне уже намазались средствами я вам показывал прошлом влоге но обед не стал записывать я думаю уже надоело смотреть чушь мы едим достаточно простая еда была борщ и котлет все макароны одно и то же в принципе погода прекрасная сегодня 23 градуса 24 23 показывает вот тоже парадокс почему-то у нас на айфонах на 1 градус все время разница с тобой брянске мы вчера смотрели у меня 13-14 в москве то же самое было я помню на с тобой спорили даже машине гристок ты графе нет вот столько-то смотрим блин по-разному странно ладно давайте вам немножко еще раз покажу морюшка сегодняшние таком пересвет но все вроде работает народ гуляет воскресенье вчера вам еще не показывал купили кати вот такой рюкзак скетчер вообще недорогой получился 2000 или 500 камера вмещается очень удобно книжка тонкое искусство офигизма приобщается к литературе до катюш и хотел еще сказать месяц сидели на качелях так сильно нагрелись что прям купаться захотелось но я конечно не рискну потому что вода сейчас всего плюс 16 градусов а я человек мерзлявый не всегда я даже когда здесь было 22 23 прям пик сезона я сразу знаете вылазил мне ну достаточно быстро из воды потому что холодно даже несмотря на то что он такой маленький туда вмещается сонька и плюс еще дополнительные объектив и громоздко он не выглядит там еще powerbank лежит большой достаточно на двадцать тысяч потом книжка лежит крем какой-то еще что-то в общем туда дофига мужчина уж моя пузо всем показать что ли или дело катюха стройная красивая пузо даже нет практически да да я плоский животик я знаю что-то не жарко за становится пойдем погуляем куда как обычно в ту сторону вот так если я подкину она улетит в конец все реально одеваемся ты хочешь еще полежать да не ну на первый раз достаточно это что я просто советом хочу сказать когда первый раз загорайте старайтесь не больше часа потратите постепенно увеличиваете а то потом будете красным и у вас кожа слизь вот 30 очки намазались полчасика с каждой стороны все может в принципе валить купаться хочется мы не рискуем все равно вот прям никак не просто час если я залезу воду пенис вот такой ставит в Таиланде покупаешься в Таиланде ничего не скупоживается там вода всегда 28 градусов песни такие играли все это время пока мы лежали типа и снова сюда я на загоралась да блин вот это мой ой господи в воду полез чувак мне его жалко 17 градусов вода он плотный такой он ничего не почувствует как брат мой он может купаться вообще часами не вылезать но всегда тепло а ты залезешь и все и судороги да все подряд вы наверно подумали что мы очень мало снимаем с пляжа но на самом деле просто когда лежишь болтаешь что ты снимать ничего не хочется сейчас вам все равно немножечко море покажу какой камень Катя нашла красивенький с другой стороны как он тут гладенький прям такой ну что пойдем? весь ходишь? я хочу смотри брод так ну обед у нас будет в бараболе я возьму себе вот такой бургер Катя возьмет себе по моему мидии да? да мидии блин что я не могу их найти почему-то в каще где они? ну были же да были прям где-то я их видел ладно вообще пока она ищет сейчас я покажу видок здесь что очень прикольное это третий этаж тут отличная морька видно но а ну мидии в сливочном соусе я буду а в сливочном только дополнительно нужно гренки эти попросить потому что мне две штучки не хватает ну вот два блогера сидят и снимают у меня бургер и вот они мидии Катюш приятного? и тебе приятного аппетита ну наконец-то давай а я и попить тебе взял манго на ракуйя а Катюха себе сок и сейчас будет АСМР сегодня прям мега булочный день сижу на солнышке греюсь мне кажется сегодня не будет так холодно вечером как вчера мне кажется у меня будет потеплее э так хочется вам показать, что чуваки делают трюки но к сожалению у меня объектив не добивает 10-18 мм от качества не то вот у Катюхи тут 17 нет 28-75 ей норм тебя за шапкой не видно ха-ха-ха а Ну, я думаю, что очень скоро все-таки Катя создал свой канал, потому что камера ей понравилась. Я в восторге. Что больше всего понравилось? Да все. Мне нравится то, что я на нее могу снимать и влоги, потому что... Блин, я могу это показать? Как думаешь, будет на камеру вид? Да не, а моя вряд ли что-то схватит. Ладно. В общем, я могу снимать и влоги на эту камеру, потому что здесь есть как бы ширик достаточно такой хороший. Классно, да? Да. Плюс я могу снимать какие-то свои красивые видосики, потому что здесь такая приближалка классная. Как это называется? Ну, фокусное расстояние. Да. Два объектива. Как будто ты мои зубы снимаешь. Не, ну, ты здесь же широкий угол, ты просто к тому уже привыкла. Не. Ты наоборот далеко сейчас. Да? Ну, относительно. В общем, я в восторге, мне все нравится, и я буду снимать. Наверное, все буду снимать. И разговорные видосики, и влоги, и просто красивые под музыку. Что зайдет, то задает. Ну, и мы снова приперлись на Навагинскую. Сейчас немножко погуляем, и дальше уже поедем домой. Нас ждет третий сезон. Очень странных дел. Я хочу добавить про камеру. Мне кажется, на сегодняшний день, я пока знакома с этой камерой, я всю флешку запомнила. Там две. Подожди, там две. Я понимаю, но ты меня оставляешь две на все эти три недели, да, чтобы я снимала? Ты думаешь, тебе хватит? Это 20 часов. Хватит. Мне кажется, я сегодня уже часа на два наснимала. Ну, ради интереса, посмотри, насколько ты наснимала. Просто ее включи. Вот. О, ты наснимала на полчаса. Да? Конечно. Класс. Ну, что купим? Йогуртика? Пойдем. Ну, я понял, да, которая крем-брюле на твоей риске. Может, большой вот такой возьмем с шоколадной крошкой? Вот. Ты же любишь такой, нет? По-моему, это единственный холодильник здесь. Здесь, по-моему, мяско. А, еще есть? А, ну да. Но его так нету, я не вижу. Драгонфрут. Оно офигенно. Это то, что я тебя в прошлый раз брал. Ну, бери побольше. А я сейчас возьму пломбир вологодский. У нас еще, знаешь, что есть? Сгущеночка. Да. Смотрите, мое любимое мороженое экзо, именно вот этот драгонфрут. Это самое вкусное мороженое экзо. Так, 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 по-моему, будет. Держу. Не, а ее можно катать. Ну, если что, всякие пирожки. Пирожки, не, не хочу. Я, может, еще йогуртик и взял. Семечки у нас, в принципе, есть. Вот. А давай еще одну упаковку, на всякий случай. Только маленькие. А, вот, большая. Да, 135 рублей. Отлично. 135 рублей стоил, помнишь, блин, тоже вот этот Мартин, только другая упаковка, которая нам понравилась, премиум. А, 200 рублей стоила премиум, да. А потом подорожал до 220. Глобус это то, что мы брали, помнишь? Йогурт из-за этого. Да, давай. Я вот такой. И мне. Такой же? Да. Тоже вишня? Да. Колбаски еще какой-нибудь. Так, в охотку. А то у нас одни йогурты и мороженое. Еще печенька взяли, золотая сифония. Вот это очень вкусно. Если не пробовали, возьмите. И еще вот такие коробки из кореновки. Тут малиновый, клубничный. И там еще где-то, а, ну вот, вишневый. Я их никогда не пробовал, поэтому интересно посмотреть. Так, ну и что по колбаске-то взять, а? Забили на колбаску, мы хотели с лавашом, а его что-то нет сегодня. Может быть из-за того, что в воскресенье, завоза не было? Можем дед-дед. Нет, я лавашка съем. Я тоже, но он беспокоен. А, ну слушай, вот какой ты. Нет, там такой же, одинаковый лаваш, и он сам себе не вкусный. Ну давай забьем. Йогурт и есть, печенька есть. Да? Если что, завтра купим. Плюс мы сейчас, смотри, с тобой купим дофига-дофига клубники. Еще пойдем сейчас за клубникой и нектаринкой. Ну? Пойдем за клубникой и нектаринкой. Вот тут уже адапт. Да, здесь только народу. Клубнику сейчас заберут. Андрей, я буду платить. Если все, заберут. Надеюсь, у меня один ящик привезли. Собираем последнюю клубнику, да? Да. Она здесь очень классно. Получается. А, ну тут килограмм всего получился. Еще 67 рублей. Ну пока были в пятерочке, набирали йогурты. Тут три ящика клубники забрали. За пять минут. Мы выходим из автобуса, подходим к этому ларьку, хотим купить клубнику. И нам говорят, ее нет. То есть привезут через 15 минут. Мы побыли в магазине, выходим. И как бы все, последний ящик заканчивается. Он нас увидел и сказал, типа, я вам, да, обещал? Я говорю, да. И он такой, я тогда между вами поделю. Там еще чувак, кажется, все хотел забрать. Да, да, да. Он хотел весь ящик и нам поделили на двоих. Ну ничего. Плюс нектарины взяли. Девушка просто сказала, они, ну, типа, не до конца спелые. Ну, не знаю. В прошлый раз набрали такие вкусные, мягкие были, спелые. Просто кто-то, видимо, любит, чтобы они прям мягкие были. Только они не были мягкие. А мне, наоборот, чуть-чуть такие дубовенькие нравятся. Ну, в прошлый раз были не особо дубовенькие, они были мягкие. Помнишь, я ела прям сок потек? Да. Слушай, да попробуй, что если чего, они за день доспеют. Ну да. С ними даже ничего делать не надо. А ты знаешь, что вот эта квартира, она по меркам, как бы, России маленькая? Если бы мы жили в Гонконге, это бы считалось просто королевское жилье. Потому что там очень много недвижимости по 12-13 метров квадратных. И там вообще нет кухонь. Ну ладно, я просто так, на самом деле, включил камеру. Хотел сказать, что, надеюсь, вам понравился наш сегодняшний влог. Мы классно позагорали. Почему сейчас такой свет, как будто я прям бледный-бледный. Хотя лицо вроде потемнело, да? Не, не потемнело. Может, мне кажется? Пока что разница? Ну-ка, а если вот приблизить? Нет, хотя все равно нет никакой разницы. Ладно, ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты. Надеюсь, было классно. Завтра опять буду снимать. И не монтировать. Вы бы знали, какой запах, аромат просто шикарный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!